Коллеги, добрый день! Мы снова встречаемся в дистанционном формате с вами. Меня зовут Вадим Коваленко, я являюсь трейдером-аналитиком и автором курса RS Level. Всех приветствую на канале Клуба Трейдеров Картель. Мы начинаем наш обзор рынков, который состоит из двух частей. Первая часть – фундаментальный анализ, вторая часть – технический анализ. Пока он будет у нас в записи в силу особенностей работы прямых эфиров. Поэтому сейчас мы разберем то, что у нас прошло на этой неделе и что будет сегодня. Сегодня будет очень достаточно важное событие. Ну и перейдем к техническому анализу. В части техники я почитал, что всех интересует, что там дальше, что там у фунта. И на этом остановимся в ходе технического анализа подробнее. В общем, в понедельник вышла у нас инфляция хуже некуда в еврозоне. И в принципе сомневаться в том, что ставку снизить в отрицательную зону уже не приходится. Протокол по денежекретной политике Австралии, в общем-то, протокол заседания полностью соответствовал всем публичным заявлениям. Инфляция в Канаде, в принципе, в рамках нормы. Запасы США сокращаются. По нефти намечаются определенные бычьи сигналы. Но, безусловно, пока в условиях опасения о спросе из Китая и при вероятных новых санкциях относительно стран США против Китая, то главное, что беспокоит рынок, это то, что упадет в спрос. Также в среду были опубликованы протоколы ФОМС. Согласно этим протоколам, скажем так, чтобы не вдаваться в словоблудие, то большинство чиновников сходится во мнении, что ставку снизить нужно. Что, собственно, они и сделали. Вызвано это, прежде всего, рисками, связанными с торговой войной США и Китая и сопутствующими угрозой снижения темпов роста экономики, а также снижения темпов инфляции. И было заявлено, что в ближайшем времени снятие этих рисков ФРС не ожидает. То есть, в ближайшее время это значит, что ни сегодня, ни завтра и даже вполне не до конца года не ожидали. Поэтому ожидания рынка относительно снижения ставок еще одного в сентябре, они подскочили буквально до небес. И в этой связи перейдем к сегодняшнему дню, потому что вчера у нас была публикация протоколов ЕЦБ. Там ничего принципиально нового нет и лишь подтверждают те выводы, которые были сделаны еще мной в понедельник. В пятницу у нас в 17.00 на конференции ФРС в Джексон Холле выступает Джереми Пауэлл. И, соответственно, темой его доклада будут современные вызовы. Денежно-кредитные политики для центральных банков. И здесь в условиях того, что, ну я вам показывал на прошлом обзоре, что доходности государственных облигаций снижаются. Там вчера только был отскок, но тем не менее, только трехмесячные достигли показателя 2%, а остальные и близко не лежали. И тут есть три базовых варианта. Вариант первый – это нейтральный. То, что он нальет просто воды в водной. И никакого конкретики относительно сентябрьского снижения и дальнейших планов ФРС никакой конкретики не даст. Ну, вернее, как еще это будет истолковано рынком. То есть сказать-то он может что угодно. Важно, как это истолкует еще. Второй вариант, что он продолжит гнуть свою линию. Скажет, что вот одно снижение ставки было и полно. Все, больше не будем. То есть в следующем году будем ставку повышать. То есть он, в принципе, займет ту позицию, которую он озвучил и вернется, так сказать, к ястребиной риторике на ужесточение денежно-кредитной политики. Основания для этого у него есть, я так скажу. И третий вариант, наиболее благоприятный для рынков. Это то, что будет воспринято его заявление, то, что ставки снизят в сентябре и дальше снижать будут. И, возможно, даже начнут программу количественного смягчения. То есть сейчас у них была программа QT. Это когда они баланс свой сокращали, то есть изымали деньги из рынка. Программа, когда деньги в рынок вливаются, QE, она еще не начала. Просто сейчас они свернули QT. И, соответственно, изымать деньги они перестали. В условиях снижения ставок на рынке надвигаются лавины ликвидности. Но это все, разумеется, чревато ростом инфляции. Далеко не факт, что это приведет к росту потребления, потому что занятость и так на максимальных отметках. То есть вполне может остаться так, что будет падать производство и еще будут расти цены. То есть ситуация, повторюсь, она очень и очень для Паула тяжелая. Но вот в моменте, вот здесь и сейчас, в перспективе до конца года, учитывая то, что там санкции новые на Китай не наложат до середины декабря, если еще там будет дан четкий сигнал, что денег будет хоть залейся, то это вызовет рост, ну, однозначно, фондового рынка. По доллару вопрос есть, потому что, в принципе, даже несмотря на ослабление, доллар все равно, учитывая последнюю риторику центральных банков Новой Зеландии, Австралии, Еврозоны, он все равно, он дешевеет, но он дешевеет медленнее, чем еще больше дешевеет, девальвирует остальные валюты. Безусловно, да, у ФРС есть рычаги, есть возможности и желания для того, чтобы переломить это все. Но пока посмотрим, на это получится или нет. Потому что, скажем так, ингредиенты все, вот, ну, я уже не первый обзор говорю об этом, то есть уже давно, там, ну, скажем так, предпосылки появились первые еще два месяца назад. Как только десятилетки упали ниже двух процентов доходности, это уже, как бы, последний ингредиент был для того, чтобы для начала более сильного ослабления доллара США по всему рынку. Пока основной удар, вот, больше всех крепнет золото. Ну, потому что, скажем так, даже те, в золото инвестируют даже те, кто выходит из государственных облигаций той же Еврозоны, потому что они генерируют отрицательную доходность, и золото с его нулевой, в общем-то, доходностью, ну, я не беру там курсовую разницу, это тоже не такой себе плохой вариант. Ну, что ж, коллеги, я вас немного нагрузил, перейдем теперь к теханализу, к технике. Начнем по традиции с евро-доллара. Последний рубеж у нас остался, это уровень 1.10.60, прежде чем мы повалимся до 1.09.80. Ну, 1.09.98, где-то так вот здесь значение еще есть. Вернемся за 1.3.8. Да, вот, это все сегодня, вот, я ожидаю реакцию рынка на слова Пауэлла. Фунт, по поводу фунта Стиринга, здесь ситуация следующая, то есть там возобновились переговоры относительно границы с Северной Ирландией, предполагалось, что она останется открытой, ну, и, соответственно, встает вопрос, как пресечка трамбану, чтобы это не было окно в Британию после Брексита. И вот Пауэлл Джонсон приехал в Германию, будут как-то договариваться, они взяли себе там месячный срок для того, чтобы попытаться договориться, уладить эту проблему. Вот на этом позитиве фунт и взлетел. То есть через месяц, когда скажут, что они не договорились, это скорее всего будет так, фунт повалится. Пока вот еще розовые ожидания. Мы пробили 1.22.096, я вот вам называл уровень 1.21.188, куда, собственно, близ его приехала у нас поддержка на 1.21.120. То есть вот здесь мы имеем позу крупного покупателя, который пока цену вытащил. Сейчас откат вполне допускают к зоне старого сопротивления. и вполне допускают, что вот на выступлении в Джексон Холле сегодня в 17.00 на Пауэлле фунт заново развернется и пойдет вверх. Ну вот первая цель у него это 1.24.39, 1.25.20. То есть, ну, учитывая то, как мы пробежали вчера, за день у нас сколько прошло пунктов. Два тара мы прошли. Доллар и иена. С доллар и иеной ситуация следующая у нас. Если фонда начнет расти, она точно повалится против остальных валют и против доллара в силу того, что... Ну, зачем ее держать? То есть, давайте возвращаем, берем еще больше кредитов. Всю иену меняем на доллар и льемся в фондовый рынок США. Пока ориентиры берем уровень 107.086. Поддержку 105.78 пока еще к ней даже не приблизились. И есть все наметки на бросок до 107.93. И я, в принципе, ожидаю где-то вот иену в зоне 109. Ровно где-то так вот. Это как ближайшая цель. Ну, такого направленного роста. Доллар, канадский доллар. Доллар, в общем-то, без изменений. Поддержка 1.3177, сопротивление 1.3344. Закрепились мы над старым сопротивлением 1.32472. И на падении нефти, который, ну, сейчас, в принципе, возможно, еще допускаю дальнейший рост до 1.34197. Но заходим только при пробое 1.3344 стопло, соответственно, за этот уровень. При развороте, переворотах, то есть, если цена начнет возвращаться за этот уровень и закрываться под ним, то здесь мы повалимся к поддержке, как минимум 1.3177. А то и просвести мы ее вернемся к 1.3025. По франку, доллар-франк, в общем-то, я, опять-таки, с прошлого обзора говорил, что идем к паритету. У нас поддержка переехала вот на лог данного бара. 97.75, едва. Идем к 99.47, то есть, ну, в общем, в зону паритета в данном случае. В случае укрепления, то здесь у нас есть запас в 1.5 тара, куда может франк укрепиться еще. Но пока вот по нему ситуация больше вот в рост доллара. Австралийс. Мучаемся. Удерживаем 67.48. Я свою позицию сократил здесь. Ну, еще я там наверху стою. Пока допускаю прострел вот на половину данного, данной тени до 67.137. Но в целом в дальнейшем последующий рост с пробоем 68.218. Ну, если вы вне рынка, то вот торгуем пробой 68.218, потому что после него запустится достаточно устойчивый трендовый рост до 0.70.64, то есть, вам вполне хватит движения. Новозеландец тоже, если помните, говорил, что допускают снижение. Мы вчера пробили 63.77. Сопротивление у нас съехало вот наконец-то более пониже до 64.29. Извините, не туда посмотрел. До 64.294, извините. Если мы закрепимся над уровнем 63.77, это будет любимая моя рельса и очень сильный бычий сигнал в рост к 65.87. SP500 пилим мы уровень 29.36, пытаемся за него закрепиться, за ним закрепиться. В общем-то, сегодня все решит Джексон Хоул. При негативной реакции SP повалится до 28.21 и допускают даже вновь снижение к 27.49. Золото. Пока больше золота смотрю в продаже, то есть поддержка у нас 14.79, сопротивление 15.27. Торгуемся ниже старого сопротивления 15.09.57. Есть основания полагать, что снижаемся к 14.48, но максимум к 14.30. Нефть Brent закрепилась пока над уровнем 59.136. Следим, смотрим, потому что если вернемся обратно под этот уровень, то цель у нас 55.85. В противном случае движение к 62.75 и далее пробой до 67. Биткоин без изменений, здесь особо ничего у нас не меняется. Диапазон 8.900.12.820. В нем и бродим, и повторюсь до конца месяца. Никаких подвижек я здесь не ожидаю. Фунт франк, что просили разобрать. Сделали красивый ложный пробой 17.963. Вот, по-моему, кажется, с учеником обсуждали мы. И сейчас движемся к 1.22.383. То есть, ну, я ожидал здесь. Возврат за уровень не случился. То есть, мы здесь даже не пробили. И сейчас вот здесь был сложный ложный пробой. Судя по всему, вот будем идти дальше. 1.22.38. 1.23.60. Фунт иена пробила контртренд. Это в данном случае я вот этот вот уровень. 130.069. И дальнейшая цель у нас 131.61. 1.33.96. Я полагаю, что в целом, ну, при текущей вот динамике с фунтом стерлингом, есть весь потенциал к 138, даже к 141. Вот где-то вот к этим вот хаям даже сходить. Вот где-то вот сюда даже есть вероятность сходить. Так, что там еще с фунтом было? Фунт ауди. Ну, с фунт ауди здесь ситуация такая. Ну, вот у нас здесь старая поддержка. 1.81.263. Если мы ее преодолеваем, то идем дальше до 1.84.207. Потому что здесь, видите, продавец у нас сидел. Вот он не так давно причем сидел. Фунт новозеландец. Ну, тут я еще обсуждал. Когда-то тоже с учеником обсуждали. Пока зарядился он плотно. Но я бы тут дождался пробоя 1.96. 1.93.627. И далее обновление вот этих вот хаев вплоть до 2.08. С еврофунтом ситуация менее однозначная. Но, тем не менее, мы здесь тоже наделали много интересного. У нас здесь был сложный ложный пробой данной отметки. 92.48. Мы добили вот к этому сопротивлению 90.04. Сейчас допускаю еще коррекцию. Но предел здесь укрепления фунта, я вижу, ну, по крайней мере, вот не ниже 89.061. Фунт канадец тоже очень хорошо зарядил. Пробил контртренд. И у нас поддержка сейчас на отметке 1.6703. Преодолеем 1.6462. Вырываемся дальше на оперативный простор. И здесь следующая остановка у нас будет вот в этой зоне. 1.7703. Чушь, коллеги, все. В общем-то, ваше пожелание по фунту разобрал. Основные пары. Ну, не беру экзотику. Всем желаю впереди хороших выходных, успехов. В понедельник обзора у нас не будет, так как выходной. Ваши вопросы пишите в комментариях под видео, в чате. Можете писать мне в личку в телеграм-чате нашем. Я там есть, несложно найти. И, соответственно, всех приглашаю 21 сентября в Москву на форум трейдеров. Кто желает непосредственно овладеть техникой анализа, то, пожалуйста, ссылки на обучение и программу под видео. За уточнениями также пишите в личные сообщения. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok